Очередное утро в пробке. В час пик скорость движения авто по городу снижается до 5 км в час. А в навигаторе красные заторы на Московском шоссе и Пушкаревском кольце по улице Минаева и Кирова время от времени становятся багровыми. Выходить из дома на 30 минут раньше привыкли и жители поселка Дачный. Сегодня транспортная логистика крупных промышленных предприятий за свияжье выстроена в ущерб сельчанам. Новый поворот поселковой дороги с выходом на федеральную трассу и в объезд жилой застройки появится здесь в сентябре следующего года. По эксплуатируемой сегодня проезжей части сможет перемещаться только легковой транспорт. Грузовики же отправятся по новому обходному пути. Разрушенный мостовой переход ожидает капитальная реконструкция. Цена вопроса порядка 170 миллионов рублей. Проектировать новые объекты с учетом интересов пассажиров и пешеходов призывает Сергей Морозов. Давайте начинать смотреть по выделенной полосе для общественного транспорта. Чтобы люди, которые пришли и сели на общественный транспорт, доезжали очень быстро, в комфорте, в без всяких стольпотворений, стаян. Потому что это будет привлекать их внимание к общественному транспорту. А значит, у нас экологичность повысится. В предаваренном состоянии находится конструкция железнодорожного путепровода на пересечении улицы Кирова и Локомотивной. Выстроенный еще по советским лекалам мостовой переход не соответствует существующим нагрузкам. Капитальный ремонт на 500 миллионов рублей планируется осуществить в рамках нацпроекта. Нормативное состояние также приведут улицу Портовую и организуют проезд к речному порту. На реконструированном путепроводе появится современное освещение, пешеходные дорожки и шумоизоляция. Увеличится и несущая способность моста. Изменится и сгиб дороги. Новый угол наклона позволит ликвидировать существующий здесь аварийно опасный участок пути. В рамках реконструкции планируется расширение данного пускопровода для обеспечения большей пропускной способности с увеличением количества полос, доведения до норматива, чтобы было 4 полосы движения. Построить и реконструировать планируется 29 дорожных объектов города и области. В этом году капитально отремонтируют сразу 8 мостов. Наиболее крупные работы ведутся у нас на втором пусковом комплексе, сдача которого планируется в 2021 году, что позволит окончательно ввести президентский мост в городскую инфраструктуру. Все это положительно скажется на развитие транспортных потоков, распределение их, а также обеспечение комфортного и безопасного передвижения. Строительные работы Левобережной развязки идут с опережением графика. Увеличить производственные мощности получилось за счет финансовой поддержки из госбюджета. На достройку объекта федерального значения выделили порядка 940 миллионов рублей. – Здорово. – Сергей Иванович, впечатляет? – Впечатляет. – Вот так вот трассу взяли и сделали. – Ну да. – Тогда умеющий. – Ну, на самом деле, хотелось вам сделать приятную неожиданность и закончить быстрее. Ну, в принципе, осталось ему, да, два пролета. Чтобы приступить без преувеличения стройки года, с этого участка дороги перенесли практически все виды инженерных коммуникаций. Изменилось местоположение газопровода, водопровода и даже линии электропередач. В ближайшее время здесь планируется возместить долг природе. Взамен тысячи старых планируется высадить свыше 4,5 тысяч молодых деревьев. В скором времени на подъезде к мосту обустроят надземные пешеходные переходы и тротуары. Установят шумозащитные экраны, барьерные и перильные ограждения. Заработает зона для велосипедистов. Яна Федорищева, Даниил Сурков. Новости Уллправда ТВ.